Что делать, если мы, будучи далёкими от религии, поставили высокий надгробный камень, как это принято у нас в народе, и теперь осознали, что по шариату это неправильно? Стоит ли убрать этот камень? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я прибегаю к Аллаху за помощью. А затем, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поставил отличительный знак на могиле сподвижника Усмана Ибн Мазруна. Это был своего рода небольшой камень, чтобы можно было узнать по нему, кому принадлежит эта могила. И поэтому мы говорим, что нет проблемы в отличительных знаках на могилах. Однако, необходимо обратить внимание на то, чтобы не было в этом чрезмерства. Не так, чтобы кто-либо строил на могиле различные строения, а затем говорил «это отличительный знак», или же приходил каждый день к могиле и посыпал могилу песком, а затем говорил «это отличительный знак». Нет, в данном случае это будет являться чрезмерством. Что же касается обычной метки для развлечения одних могил от других, то в этом нет никакой проблемы. Более того, это является узаконенным поступком в шариате, как это приходит в ранее упомянутом хадисе. Теперь, если человек поставил на могилу большой камень, а затем осознал, по милости Аллаха, что это является ошибкой, и покаялся, то ему следует убрать его. Некоторые братья показали мне фотографии этих надгробных камней. Они ровно высечены и имеют красивый вид, а порой на ней бывает фотография умершего. Так вот, запрещается ставить подобные камни над могилой, вне зависимости от того, есть на ней фотографии или нет. Однако, как мы упомянули ранее, разрешается поставить небольшой камень для развлечения между могилами. Если вам нравится наша работа и вы хотите помочь нам в реализации наших планов и идей, поддержите наш проект, выбрав удобный для вас способ.